Пошли. Будем мерить все подряд. Кстати, я сделал в этот раз рамки более тяжелые и более толстые. Для новичка это плохо. Были бы они чуть-чуть потоньше, было бы лучше. Слушай, ну это судьба. Вчера точно так же встретились. Ну, ну-ка, смотри, смотри, смотри. Сегодня у тебя тот же метр. Ну, имею в виду биополе. Так вот, значит, на том участке сильный ветер. Как-то? Ветер? Да, но рамка шевелится сильно от ветра. Нормально? Ну, пошел туда. Я сейчас только оттуда проскал. А, ну давай, ладно. В прошлой серии я его определил, что у него метр. Этот самый. Размер биополия, если брать радиус, а не диаметр. Ну, в общем, здесь все чисто. Пока. Пока. Интересно бы найти несколько бы мертвых деревьев. Да померить бы. А, вот. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Опа, поехало. Сейчас зацепился за рукав снова. Видели пень? Недолго оно тут жило. У меня редко умирают деревья, но каждый раз я сталкиваюсь. Сталкиваюсь. Ну что, пошли. Так. Ну, что я скажу. Надо быстрее идти. А мне все время это за рукав цепляется. По идее, нельзя одному мерить. А с другой стороны, я люблю ходить один, тогда у меня получается что-то. Ну, еще раз пошли. Вот так, что ли, выставить на целый метр. Поехали. Так. Ну, вот шапало, да? Вот. Вот здесь прививочка у меня не пошла. А вот это подвой. Это прекрасная, прекрасная, прекрасная китайская слива. Подвой. А прививка вот она. Вот видите, она, она умерла. Садил По принципу, раз тут случайно выросла кострика или в корневой отводок, взял на нее, привил. Вот. А вот эти вот дикари, они надежнее. Они более живучие относительно культурных. Ну что, пошли мерить. Ну, все понятно. Вот. Ладно. Ну, там, где растут прекрасный сад, мерить бесполезно. И так, дураку, ясно, что все это прекрасно. Вот. А, еще знаете, где мне надо побывать? Вот здесь. Вот этот вот участок у меня, он, если я скажу, что им 7-8 лет, вот, я это называю молодые гиганты, если я скажу, что им 7-8 лет, да? Ну, в прошлом году в фильмах было, я говорю, 5-6 лет, а может быть 7. Сейчас посмотрите, какие они. Вон туда гляньте. Вот. Они всегда на виде съемки, кажется, в два раза меньше. Они на самом деле уже трехэтажные. Ну, ладно. А когда я прикупил вот этот участок, вот, здесь растут гораздо хуже. Но я определил за себя причину. Здесь почва, здесь хозяин нам его продал, потому что у него картошка не росла. Одну посадит, а одну выкопает такой же величины. И он его в отчаянии продал мне. Вот эти 4 сотки. Ну, ему где-то лет 5-6. Посмотрим. Вот. Как вот разгуляется, нет? Разгуляется, ну. Вот это вот реальность. Это не то, что я специально для вас ее кручу. Я всегда говорю, пожалуйста, верьте мне. Я ни за что не стал бы. Не ради дешевой популярности. У меня такая популярность, мне уже она не дает жить. 2-4 часа в сутки звонки, тысячи писем. Мне уже дальше некуда. Ну, все ясно. Вот. Не знаю, видно на экране, не видно. Вот. Я ничего не раскручиваю. Сейчас найдем чистый участок. Посмотрим. Вот с рамки остановились. Кстати, вот этот сад, да, мы зашли. Вот в этот, которому 7-8 лет. Так, 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 так. Пока ветра нет. Так. Закрутилось. Так. Здесь успокоилось. Вот, интересно, вот тут вот деревья лучше растут. И, как видите, рамочка ведет себя очень даже тихо, спокойно. И тихо, и тихо, и спокойно. Вот. Вот они. Мои красавцы. Густо растут. Так. Ну, и здесь еще. Пройдемся и пойдем на участок номер 3. Чтобы быть объективными. Здесь чисто. Так. Закрутилось. Но здесь ничего не растет. Вот. Прекрасный саженец. Круша лада. Прекрасный саженец. Колновидка. Но, 3 года, как видите, в сказке про колновидность и скороспелость в одном лице эта сказка мне останется навсегда. Знаете, мои отношения к этим бредням. Вот здесь вот, да. Вот здесь она ни черта не растет, как замерла. Вот. Вот один из абрикосов посаженных. Мощная двухлетка пересажена была, обрезана. Вот садил, не глядя. Вроде бы растет. Вроде бы растет. Но, по-моему, надо было промерить. Сейчас посмотрим. Попал в гипотогенную зону или не попал. Да нет, слава богу, все чисто. Просто ему тяжело. Такой мощный, да. Вот. И в таком возрасте пересаживать. Вот с такими вот такой обрезкой сильнейший. Тяжко ему. Ну что, пошли на участок. Отключаться не буду. Просто буду продолжать, чтобы вы смотрели. вот здесь все крутится. Смородина, она такой старенькая, она не боится гипотогенных зон. Вот это вот. Так, закрутилась рамка. Закрутилась. Здесь закрутилась. Вот, слава богу, тут растение, все это чистое, свободное место. вот. Потом, когда вернемся, я еще немножко может, интернету кое-что вам покажу. Вот. Мне нравится, что, огромное количество литературы. Вот. Насколько там бреднее. Выдумали все эти ауры. Вот. Понарисовали вместо того, чтобы... никто не видит это биополе. Никто не видит. Один на миллион можете видеть. Но потом он нарисует, а ты верь, не верь. Я верю только рамкам. Рамка закрутилась. Вот смотрите. Сегодня мне позвонил Юрий Васильевич Слатенков. Юрий Алексеевич Слатенков. Да. И получается так. Смотрите сюда. Вот. Здесь все саженцы. Ну, то есть это как по мотивам разговора с Слатенков. Двухлетки. Летка поливаемая. Корневые отводки, которые дают полукарликовые подвои. Вот они год им и год и три месяца. Но это получается, что маловаты по сравнению с теми же вон абрикосами мощнейшими, которые не старше. Вот. И получается так, что среди них попадаются и вот такие. Вот. 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 Это не прививки этого года. Это тоже им прививки 2016 года. И все-таки, видите, расхождение есть. Я имею в виду расхождение в мощности роста. Так. Ну, вот еще раз полюбуемся на питомник. Вот он. Так. Мы идем не на этот питомник, мы идем через этот питомник. Вот. Посмотрели так мимоходом. Вот. Мы идем через питомник на участок номер три. Видите, на третий год какие яблонька. Я хочу открыть, я все время же, ну, все время забываю сказать, вот как хорошо, что мы сейчас здесь. Я выбираю самый мощный саженец в этом, который не старше тех. Вот. Вот он. Ему тоже третий год. Так, как в прошлом году я рассказывал и даже показывал. Но здесь их уже нету, я их перенес. На них уже на второй год уже плоды висели. Так вот, значит, еще раз. Вот такое основание. Толщие мои руки, видите? Толщиной два мои запястья. Обычно на видео они меньше выглядят. Толщина.